ну что друзья будем начинать нашу основную часть до юного постоянно спрашивать я могу сказать что сначала давайте обратную связь как видно как слышно отлично я могу сказать что сегодня вариантов по мотор колесам по техническим решениям их сегодня такое огромное количество что они будут применяться в разных вариантах и будут приниматься в разных конфигурациях они будут применяться для различных условий поэтому здесь друзья абсолютно как бы вариантов множество единственно что можно сказать и я на этом действительно вот как остановлю буквально ваше внимание на несколько секунд в том плане что то что сейчас общество общего skyway он позволяет втягивать в себя огромное количество изобретений решений и научных концептов которые сегодня в отдельности не применяются и вот как раз мотор колесо это то что сегодня максимально делает компактным и юни байк и юнибус и юни лед вот то что максимально делает сегодня технологичным по производству соответственно это очень хорошо применимо вот сегодня мотор колесо очень активно применяется если взять сейчас китай там шанхай вечером выйти на это то там не знаю десятки сотни тысяч людей ездит у них практически все сегодня велосипеды идут уже с аккумулятором из моторка в лесу колесо то есть это сегодня уже абсолютно как бы как бы такая практика то что сегодня мы вводим юни байк и это транспорт 2 уровня то что дает дорога skyway то что это все становится безопасным все погодным то есть там можно ставить обогреватели кондиционер это становится абсолютно комфортным там есть интернет экран и вы спокойненько вращая педалями вращает перемещаетесь находясь при этом в интернете и при этом не стоите в пробках и не посмотрите дальше этот ролик там кто его не видел скорости которые сегодня закладываются в юни байк это 100 100 120 140 километров где до 60 километров можно перемещаться с помощью своей тяги то есть велотяги обеспечивая энергии до 120 естественно надо подключать аккумулятор либо вы можете двигаться вообще со счет к аккумуляторам и тогда придется за энергию платить полном составе поэтому когда вы будете крутить педали у вас будет возможность и заниматься с фитнесом соответственно и при этом быстро перемещать и при этом еще экономить электроэнергию то есть при этом ту энергию которую вы тратите найдет напрямую на ваше же движение они на обогрев или как сегодня в фитнесе многие сжигают калории ради того чтобы просто куда-то выкинуть сначала надо съесть а потом их куда-то сжечь так в данном случае все перемещаться будем и огромное количество энергии который будет перемещать до скорости 60 километров в час а здесь я могу сказать это довольно таки большая скорость потому что если взять у меня стоит автомобиль и компьютер я где-то раз в месяц загадываю так вот я могу сказать с учетом что я живу за городом какое-то время перемещаясь довольно таки быстро без пробок но за счет пробок в городе в москве который остается за замкадом у меня редкий месяц когда скорость бывает больше 30 35 километров в час редкий месяц а если это перед новым годом лет когда много стоишь проб то средняя скорость не превышает 15 километров в час такое друзья я могу сказать что общественный транспорт сегодня метро который тоже сегодня со средней перемещается около 40 километров в час и считается скоростным транспортом для москвы поэтому 60 километров в час без пробок я могу сказать что это друзья уже будет сверх скоростной транспорт для сегодняшнего мегаполиса сверх скоростной а если вы еще это на этом сверх скоростном транспорте перемещаетесь за счет своей энергии то есть при этом вы еще и тратите занимаетесь фитнесом то здесь вы получаете как раз все возможности которые есть тут тарасов заявил о каком-то супер супер аккумуляторе друзья давайте будем говорить где тарасов и где технологические решения что раз в своей жизни что-то может придумать или что-то это первый советский миллионер который в своей жизни больше ничего не заработала сегодня только бла-бла-бла рассказывает какие-то байки про облигации там советского союза и о том что надо куда-то инвестировать был балаболом так балаболом и остался и никакие аккумуляторы тарасов не изобретает то что он где-то слышал что какие-то аккумуляторы есть да друзья я могу сказать что сегодня технологическая школа стоит на вообще на целом таком революционном взрыве по аккумуляторам накопительным и я могу сказать что если кто пользуется смартфонами а я думаю что из присутствующих здесь наверное просто 7 процентов людей пользуются смартфонами то вы сами отели внимание как за последние 10 лет изменилась логика сегодня пользование аккумуляторами как экранами качество скорость передачи обработка информации самая глава пользователь вот этого гаджета смартфона насколько это сегодня стало потребностью нашей поседневной жизни соответственно как революционировали аккумуляторы как сегодня введена уже система без проводной зарядки когда можно на торпеду машины или зарядное устройство уложить он будет заряжаться и так далее и так далее это друзья все исходя из потребности на сегодняшний момент потребности для большой емкости аккумуляторов для электромобилей возникла только сегодня этим занимается несколько направлений там несколько школ этим занимается активно сименс потому что сименс вместе с боингом задекларировали логику создания в 2020 году показатель электросамолет 1 а 1030 году создать серийный коммерческий электросамолет это вещь но я могу сказать что это мы с вами на следующем вебинаре беру на себя обязательства вам прокомментирую что они пойдут они идут по тем путем по тому пути который прошел skyway и какой бы они сегодня электросамолет не создавали он будет как минимум в пять раз еще раз повторяю как минимум в пять раз менее экономичный чем skyway вот поэтому они сегодня пытаются догонять уже то что мы значительно так вот на сегодняшний момент потребность для электромобилей электроаккумулятор возникла только сегодня поэтому активно сегодня началась в этом направлении работа но технические решения с использованием фуллеренов есть такой очень уникальный материал который дает аккумуляторы огромнейшей мощности но весь нюанс в том что сегодня один грамм фуллерена стоит около двух миллионов долларов и соответственно если вам надо около пяти килограмм фуллерена на аккумулятор соответственно сделать его наверное теоретически можно но пользоваться им сегодня могут наверное не каждый для электромобилей то же самое сегодня идут очень мощные аккумуляторы на редкоземельных металлах но они также сегодня очень дорогие очень поэтому сегодня стоит вопрос не тех технологиях которые создаются а именно то что существует как значительно ם очень большойFEи вот соответственно сегодня этим активно развивается технология скоростной заряд лекарь когда зарядкаwhatcare аудитара доводится уже меньше чем за одну минуту с емкостью на 300 километров еще сегодня очень активно работает только развивается технология это без контактной зарядки когда аккумулятор двигаясь магнитом паре соответственно заряжается и выбирает себе аккумулирующий заряд это тоже сегодня активное направление я вам к тому что то что сегодня будет применяться на юнибусах, на юнибайках. И самое главное, друзья, с чего я начал свою речь, чтобы вы сегодня понимали. Skyway, он втянет в себя абсолютно все новые направления научного технического прогресса, которые сегодня есть. Это и новые материалы для обводов, для новой пластики, новые... То есть сегодня есть целое направление, связанное с графенами, то есть это тоже интереснейшее направление, которое сегодня есть, которое идет следом за композитами. Сами композитные материалы, то есть создание новых свойств пластиков и пластмасс, которые позволят также комбинировать сегодня нагреваемые пластики, аккумулируемую энергию, которые могут наоборот пропускать или не пропускать. Умные стекла, которые сегодня есть. Это огромное количество то, что набирается, то, что войдет сегодня в юнибайк. И не только в юнибайк, а в систему Skyway, в юнибусы, в юнилеты, в юникары, то есть то, что будет подвижным составом. И здесь как раз, друзья, мы задали, сегодня создали тренд, и вот мы сегодня перед началом вебинара тоже вопрос, а что будет с каутинвестингом после закрытия. И здесь как раз, друзья, я могу еще раз повторить то, что я написал в чате, что мы, друзья, запускаем Skyway, это как локомотив шестого технологического уклада. И этот локомотив вытянет за собой огромное количество новых технологий, интереснейших технологий. И та технологическая школа, которая сегодня создана Анатоли Даршим и Юницким, она как раз позволит раскручивать и дальше внедрять новые виды технологий, которые будут применяться для Skyway. И, соответственно, в этом у нас, как у уже профессиональных инвесторов, которые становятся активными участниками проекта Skyway, у нас будет целый огромнейший выбор по тому, в какие технологии инвестировать, которые будут капитализироваться именно в том, что будут производиться сотни миллионов и миллиарды юнибайков, юнибусов, юнилетов. И, соответственно, те технологии, которые будут дальше разрабатываться, они будут все применяться в этой индустрии. И у нас с точки зрения именно генчурного краудинвестинга всегда будет возможность вкладываться в определенные технологии. И мы, соответственно, как только подойдем к закрытию технологии Skyway с точки зрения краудинвестинга, мы уже это вам не раз обещали, мы говорили, что мы будем показывать еще целый ряд направлений технологии, как мы их назвали, общая технология SkyTech, то есть это следом технологии, которые идут за SkyTech. И, соответственно, мы очень предложим вам интереснейший механизм для инвестирования. И у вас, как уже инвесторов, которые получили прибыль, то есть я уже так говорю, в будущем времени о том, что нет никаких сомнений о том, что Skyway начал работать и капитализировать те инвестиции, которые сегодня есть. И, соответственно, у вас появится, во-первых, инвестиционная возможность, потому что эти пакеты будут стоить уже определенных, а в-вторых, будет уже определенный опыт, а в-третьих, уже будет определенная команда, которая будет вам показывать, доводить. И вместе, друзья, я могу сказать, помимо адресных проектов, которые будут в технологии Skyway, нас еще ожидает целая, огромная такая работа, связанная с комплексом технологий SkyTech, который будет запускать наша научно-технологическая школа, которую мы сейчас развиваем, делаем, и во главе которой стоит инженер Анатолий Дарч-Юницкий. Вот, друзья, значит, что бы я хотел сегодня говорить, то есть тема, к которой я очень серьезно готовился, это моя любимая тема, вот, ее нельзя, естественно, никак не обойти, не сделать, это космонавтика, это то, что вчера вся страна и весь мир отмечал полет первого космонавта 12 апреля 1961 года, соответственно, Юрия Гагарина на орбиту, который сделал один виток 108 минут и вернулся на Землю, соответственно, этому предшествовала огромнейшая работа, огромнейшая, соответственно, теоретическая, научная, потом практическая, потом производственная, организационная, и мы все знаем героев этого времени, мы все знаем, как пошло, и вся страна сегодня и гордится, особенно Советский Союз, потому что мы долгое время были лидером в космонавтике, а это был политический престиж, вот, соответственно, лидеры Советского Союза использовали всегда это как, именно как аргумент, как преимущество Советского строя, но, тем не менее, друзья, это очень серьезная технологическая гонка, которая была между Советской научной школой, инженерной школой и Американской инженерной школой, она начиналась, имела одни корни, соответственно, и Американская школа космонавтики, и Российская, она вышла из немецкой школы, это фон Браун, это выдающийся инженер, выдающийся ученый, который по молодости своей делал игрушки под названием Фау-1 и Фау-2, это ракеты, которыми нацисты обстреливали Лондон, вот, но после Второй мировой войны американцы забрали, ну, соответственно, он оказался на территории, которую контролировали американцы, и фон Браун вместе со своей инженерной школой, основным костяком инженеров, перебрался в Америку, и они организовали такую организацию, которую сегодня мы знаем под названием НАСА, то есть Национальное аэрокосмическое агентство Соединенных Штатов, и как раз все наработки, которые фон Браун сделал, они были запущены, и началась гонка, потому что американцы реально, благодаря разработкам фон Брауна, претендовали на лидерство в космической отрасли, у нас, к нам перешли все рабочие чертежи и сами образцы Фау-1, Фау-2 ракет, и тогда еще молодому, никому еще неизвестному инженеру Сергею Павловичу Королеву было поручено разработать, сделать аналог системы Фау-1 и Фау-2, ну вот, тогда это была еще одноступенчатая ракета, и, соответственно, запустить индустрию ракетных, естественно, что это было военное применение, естественно, что это рассматривалось как ракета-носители для тогда уже разработанного и запущенного производства ядерного оружия, то есть это вот на этой гонке, и Сергей Павлович, как талантливый инженер, соответственно, сначала используя наработки фон, потом уже, перейдя и разработав свою, соответственно, концепцию, используя уже многолетние теоретические труды, которые до этого давал еще Циолков в свое время, и это как раз привело к тому, что советская космическая школа, она опередила на какое-то время американское, и мы создали отрасль, которая первым вывела сначала на орбиту спутник, потом на орбиту вывела уже человек, и потом была стыковка первой в космосе, потом первой мы вышли на, соответственно, в открытый космос, это Николай Евгений Леонов, мой земляк с Кемеровым, вот, соответственно, это все привело к тому, что какое-то время мы были в паритете или даже в лидерах, но потом, начиная уже где-то с 64-65 года, все-таки технологический прогресс стал брать свое, американцы, введя огромное количество вычислительных машин, электроники, система, которая позволяла им использовать ракетные техники, они все-таки создали определенную программу, которую повторить, соответственно, Советский Союз на тот момент не смог, это уже создание программы Аполлон и высадка на Луну, и создание определенных колоний или попытки создания колоний на Луне. Зачем, друзья, нам это сегодня надо понимать, почему развитие космического направления для нас так очень важно. Я обязательно сегодня вам об этом скажу, потому что, друзья, для нас это является ключевым сегодня значением, и для нас это сегодня является ключевой технологией, это демонстрация вот в рамках этого четвертого технологического уклада, как появились технологии, как они развивались, как соревновались, как они продвигались. Самое главное, друзья, вот так как у нас технико-экономические вебинары, я сегодня буду очень много говорить очень довольно-таки сложных технических понятий, поэтому что-то записывайте, что-то берите, потом будете просматривать записи, но то, что мы сейчас будем вам говорить, это не так часто носится и делается, и с другой стороны, это очень важное понимание вообще для всего проекта Skyway и для понимания именно инженера Юницкого, как концептуально человека, который не просто на десятки, а на целые поколения опередил свое время. Это тоже, сегодня мы, друзья, об этом поговорим, очень важно сейчас это понимать. Поэтому в таком сжатом сегодня времени я, друзья, хочу, чтобы вы четко сегодня представили, что вся ракетная техника, которая сегодня, которая развивалась, это то, что в свое время заложил наш Константин Эдуардович Циолковский, это теоретик, это тот человек, который на столетие опередил именно по видению свое время, который первый разработал концепцию многоступенчатых реактивных двигателей, который разработал систему орбитальных комплексов, даже систему стыкования, шлюзования и перехода из одного положения в другой, и топ это все описал Циолковский. И, соответственно, мы, как потомки, как те, кто живет в сегодняшнее время, но с благодарностью смотрят в прошлое, это не забыто. И сегодня Академия космонавтики носит имя Константина Эдуардовича Циолковского. Соответственно, это очень важный для нас такой показатель, и именно в России зародились основы, теоретические основы ракетного движения, которые потом уже повторялись различными школами, и, как я уже сказал, наиболее яркими представителями в 20 веке, это был Фундаун и, соответственно, Сергей Павлович Королев, которые долгое время соревновались, и, к сожалению, со смертью Сергея Павловича Королева, американцы потом на какое-то время выше вперед. Но после этого, опять же, с точки зрения концепта, если дальше говорить, что американцы взяли для себя концепт после программы Аполлон, это орбитальных, не орбитальных, а лунных поселений для того, чтобы делать производство, вынесенное с Земли на Луне. Российская космическая школа, благодаря еще предсказаниям и теоретическим основам Константина Эдуардовича Циолковского, оно было заложено именно как орбитальные комплексы, что на орбите будут вращаться определенные огромные сооружения, которые могут выполнять функции. И на сегодняшний момент, с учетом того, что американская программа Шаттл свернута, с учетом того, что сегодня вся околоземная космонавтика строится именно на российских ракет-носителях, это говорит о том, что это наиболее оптимальная форма освоения космоса. Но что об этом надо сегодня четко понимать? Нельзя рассматривать сегодняшнее ракетостроение, сегодняшнюю космическую отрасль именно как коммерческое применение. Потому что с точки зрения науки, да, это огромные вложения, это шаг вперед, это изучение человечества, именно возможности, которые есть. Но с точки зрения применения, космонавтика никогда сегодняшней не будет прибыльной. И посмотрите, есть очень хороший репортаж Антона Ивановича Юницкого, именно вся правда о космонавтике, где он показал, что ракетной техникой в принципе невозможно создать космическую отрасль. Это сегодня надо четко понимать. Это наука, это фундаментальная наука, это огромные средства, которые вкладываются для того, чтобы изучать возможности человека в космосе. И я могу сказать, что я лично знаком с Сергеем Крикалевым, который больше всех жителей Земли пробыл в космосе. Он был два полета, каждый из которых более чем по полгода находился в невесомости. Я лично с ним хорошо знаком, я обязательно приглашу его на один из наших вебинаров, то есть мы готовим такую серию. И он очень интересно, мы с ним проводили, ну, такой разговор я ему рассказывал о технологиях инженера Юницкого, и когда он узнал о том, что за один полет, за один старт можно вывести на орбиту более 10 миллионов тонн круза, 10 миллионов, он посмотрел, он говорит, я всегда догадывался, что, говорит, наши ракеты нужны только для того, чтобы изучать. Я говорю, конечно, Сергей, потому что тот опыт, который наработан, представляете, по 800 суток находиться на орбите, это изучение возможности организма, это изучение работы, это вообще отстраивание механизмов взаимодействия в невесомости. То есть это та плеяда космонавтов, которая прошла за весь 20 век и сегодня 21 век. Они подготовили базу для того, чтобы мы реально вышли на освоение околоземного пространства. И здесь, друзья, почему мы очень тесно говорим, что вся программа Skyway, она очень близко и очень тесно связана с космонавтикой. Поэтому здесь, друзья, просто по-другому быть не может, потому что вся вообще программа Skyway, это кто еще не знает, особенно для новичков, она вышла из космического. Юницкий, как в свое время, как инженер, сначала разработал систему вывода не ракетного освоения космоса. Это вывода специализированная на низкогеостационарную орбиту, транспортного средства, которое использует сегодня принцип физики, для движения, пока сегодня на Земле не используется. Это закон сохранения масс. Когда масса находится на одном месте, при изменении размеров, внутренняя энергия системы не меняется, если не меняется центр масс. Соответственно, мы сегодня используем для движения закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, еще там у нас 4 закона сохранения. Так вот, закон сохранения масс на сегодняшний момент человечество не использует. Так вот, почему вот этот слайд, который вы сейчас видите, что с одной стороны, это Константин Эдуардович Толковский, который как теоретик показал именно возможности ракетной техники, то есть движение аппаратов с использованием закона сохранения импульса, то есть сжигания топлива и выбрасывания с большой скоростью, с большой температурой, соответственно, получения импульса для движения в противоположную сторону. И это определило сегодняшнюю космонавтику. Так вот, четко вот вчера вы видели, как чествовались космонавты, как президент Путин там общался в Центре управления полетом. Насколько это сегодня действительно важное для государства России сохраняет лидерство с точки зрения старта количества ракет, количества пусков, которые он делает. Вы вчера видели, наверное, все репортажи, фильмы, которые прошли в советских времен, насколько это было важно и как Юрий Алексеевич Гагарин стал национальным героем, потому что это символ именно победы технологической мысли Советского Союза был. И вот, друзья, на сегодняшний момент эта вся научная база подготовила платформу для того, чтобы перейти реально к следующему этапу освоения космоса, о котором еще говорил Циолковский в свое время, о том, что человечество сначала будет, как в колыбели, развиваться на Земле, потом сделает робкие шаги, выйдет на околоземную орбиту и потом сделает смелые шаги для освоения дальнейшего космоса. Это цитата дословная Циолковского. Соответственно, друзья, мы сегодня живем в то время, когда человечество начинает делать робкие шаги в околоземное пространство. Сначала мы для этого использовали двигатель внутреннего сгорания, вот этих монстры, ракетную технику, но что репортаж Юницкого, посмотрите, то есть мы обязательно дадим ссылку. И в небо на колесе, это фильм, который показывает основы этой новой транспортной системы, а вся правда о космонавтике, это то, что сегодня анализируется развитие ракет, потому что они сегодня заправляются бептином. Вы представляете, что за один старт ракеты она сжигает столько горючего, и оно насновитое, что это достаточно, чтобы два раза отравить все население Земли. То есть настолько мы пользуемся ядовитым и сложным топливом. Мы не говоря уже о зоновой дыре, которой сжигаем, количество газов, которые выкидывает ракеты, но это все, друзья, плата за науку, которую мы сегодня несем для того, чтобы подготовить освоение околоземной орбиты. И вот как раз освоение, саму технологию, то есть то, что вы видите на слайде небесной дороги, это система, которая позволяет 10 миллионов тонн очень дешево выводить на орбиту, и эта система будет работать постоянно. Ну вот это как раз новая комплексная система, с которого и начался путь как инженера именно с точки зрения транспорта. И на сегодняшний момент Анатолий Дуарович Юницкий в конце 70-х, начало 80-х годах, когда еще активнейшим образом шло именно освоение ракетной техники, показал, что есть другие технологические пути, которые возможны для освоения техники. Естественно, что он опередил свое время более чем на 50 лет на тот момент. Это не могло быть принято и не могло восприниматься как серьезная технологическая идея. То есть дальше в 89-м году проводилась конференция в Гомеле именно о нейроакетном, о своей технике, на которой были все и космонавт Волк Игорь Петрович, и Леонов, и еще очень многие деятели тогда именно космонавтики такие серьезные. Это вот как раз посмотрите. А, да, вот это Игорь Петрович Волк, видите, он руководил программой Бурана, то есть это когда Советский Союз уже на своем излете сделал мощнейшую программу по освоению пилотируемой космонавтики и возвращаемых шаттлов, произвел буквально два пуска и после этого вся эта программа была закрыта. Вот. А Игорь Петрович, он большой там друг, поклонник, сторонник Анатолида Ивановича и на одной из наших конференций, это где-то в прошлом, по-моему, году он приезжал, мы с ним очень так интересно, он является акционером нашей компании, вот, соответственно, это тоже как такое, как преемственность, как поколение новых технологических укладов, которые сегодня мы с вами реализуем. Так вот, друзья, теперь с точки зрения концепции, которую мы даем, чтобы вы четко понимали, почему в 80-х годах невозможно было обсуждать ту концепцию неракетное освоение, которую предложил инженер Юницкий и которая сегодня воспринимается уже как технологическое готовое решение. Потому что не был сформирован интернет и с точки зрения технологических укладов, которые были, нельзя сделать и нельзя перепрыгнуть из одного уклада в другой. 80-е годы это еще активнейшее развитие 4-го технологического уклада, который завязан на нефть, на только зарождение передачи сигнала с интернетом, потому что он создан в 79-м году. И, соответственно, у нас с 79-го года началось формирование интернета как основа. Сначала зародился 5-й технологический уклад, а потом уже, начиная с 90-х годов, он произвел активный взрыв, взрыв без ноутбуков, без GPS, без фейсбуков, ну и так далее, и так далее. Это сегодня наша реальность, в которой мы сегодня. Именно создав предпосылки, заполнив собой и став лидером 5-го технологического уклада, и мы здесь по финансам тоже определенные вещи обсуждали, что интернет стал самым капитализируемой отраслью мировой экономики, и за ближайшие 10 лет это будет около 100 триллионов долларов мировой экономики. Так вот, дальше он создал условия интернет для того, чтобы появился следующий уклад, следующая система, именно уже перемещение с помощью новых технологий, это Skyway, это Transnet. Transnet это шестой уклад, это естественное развитие, и как раз развитие Transnet сейчас началось, потому что уже идет проектирование и строительство первых участков, первых трасс, первых компаний, вот это мы тоже с вами очень много обсуждали об этом. И как раз буквально со следующего года мы будем наблюдать с вами взрывной рост Transnet, и за ближайшие 10 лет будут построены миллионы и миллионы километров дорог. И соответственно, эта сеть, которая будет покрывать землю именно с точки зрения новой коммуникационной системы, как только она замкнется, это будет формирование новой технологической среды, нового технологического уклада, которая будет определяться Transnet. Чтобы вы понимали, что такое Transnet, для этого у нас будет целые определенные вебинары, что как интернет дал свободу перемещения информации, когда вы можете с помощью видеосигналов, скайпа, вайбера, вайтсаба, неважно, мобильной связи, вы можете из любой точки мира, с любой точки мира связаться и практически сегодня бесплатно передавать информацию. Это определенная сфера свободы. Так вот, точно Transnet даст возможность из любой точки земли, в любую точку земли перемещаться очень комфортно, дешево, экологично, безопасно. И соответственно, это новое качество жизни, которое определит именно шестой технологический уклад и Transnet. И если говорить, что такое Transnet и что такое шестой технологический уклад, друзья, вы для себя должны понимать, это прежде всего свобода, свобода перемещения. Так как сегодня вы имеете свободу сигнала, свободу общения с точки зрения информации, также в шестом технологическом укладе в Transnet это будет свобода перемещения. И соответственно, когда замкнется, почему замыкание Transnet будет очень важный фактор, потому что это значит передача сигнала с помощью световой волны по всей Земле, а это 300 тысяч километров в секунду, будет мгновенной. То есть вы кроме того, что перемещаясь комфортно, безопасно, быстро, еще имеете неограниченное количество информации, соответственно, это будет определять Transnet. А почему еще для нас это очень важно? Потому что Transnet и Skyway как система транспортная, она пришла именно из небесных дорог, когда Юницкий стал упрощать систему космического вывода и пришел к тому, что можно сделать очень простую транспортную систему на Земле. И сегодня по мере того, как будет формироваться Transnet и строится миллионы километров, соответственно, возникает предпосылка для того, чтобы уже перейти к седьмому технологическому укладу. И мы говорили, что шестой технологический уклад, он будет характеризоваться это использованием энергии для жилья абсолютно воспроизводимых источников, так же, как и для перемещения будет использоваться только возобновляемые источники энергии. Соответственно, всю экологию на Земле будет портить только металлургия, нефтехимия, то есть то, что сегодня сжигает кислород и выкидывается побочный продукт, который мы сегодня используем для получения новых материалов. Так вот, седьмой технологический уклад будет определяться тем, что на геостационарную орбиту, то есть над землей будет выведено все вредное производство, а на Земле останется только чистая экологическая зона, благоприятная для жилья, для комфортного, счастливого, красивого. Соответственно, друзья, почему вот здесь вот на этом слайде мы сейчас очень важно вам показали именно два генеральных конструктора. Генеральный конструктор Сергей Павлович Королев и генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юнский. Потому что до этого всегда концепт, который приходил с точки зрения глубокой науки, и тот, кто его реализовал, он всегда был разведен. То есть концепцию ракетной техники в свое время делал Константин Удардович Солковский. А непосредственно ее уже применял и запускал именно как организатор, как тот, кто собирал коллективы инженеров, выдавал им задания, собирал инженерные решения, потом размещал это на производстве, потом собирал уже непосредственно производственные узлы и готовил конечный результат, то есть в данном случае это успешный выход в космос. Это делал Сергей Павлович Королев. Так вот, в нашем случае сейчас, друзья, мы с вами присутствуем и участвуем в процессе, когда Юницкий в 2001 году перешел из категории изобретателя, из категории, ну как это говорят на Руси, Кулибина, в категорию именно генерального конструктора, который стал собирать коллективы инженеров, выдавать задачи, собирать результат, размещать на производстве и, соответственно, готовить конечные изделия. И на сегодняшний момент, уникальный пока момент, когда от теоретической разработки концепции до ее практического внедрения происходит одно поколение человека и это делает один и тот же человек. Это от разработки концепции до технологического применения и до коммерческого внедрения. Я могу сказать, что, друзья, до сегодняшнего момента этого пока не происходило, потому что авиацию точно так же разрабатывали теоретически одни, а практически знаем мы других героев. Но, друзья, почему это сегодня происходит? Происходит из-за того, что очень сжимается время. Если на технологические уклады, там, первый, второй, третий, на это ушло почти 300 лет, на четвертый технологический уклад, там, почти 100 лет, то на пятый технологический уклад нам история отворила уже меньше 30 лет, а на шестой технологический уклад, это, друзья, когда кто-то говорит, что это какие-то давние или там далекие времена, нет, друзья, на это отведено всего менее 15 лет. Через 15 лет система Транснет будет реализована и более того, я могу сказать, что Юницкий еще запустит и следующую систему седьмого технологического уклада, это геостационарная транспортная система. Вот, поэтому это тоже уникальность нашего времени, тоже, или, поэтому, когда мы сегодня говорим, что космонавтика для нас это не посторонняя тема, что это не просто где-то стоит, потому что то, что мы создаем в этом, то, что сегодня автор SkyWay, как основа шестого технологического уклада, также Юницкий, как инженерная школа, которая сегодня продвигает технологию, является следующим этапом развития цивилизации, это седьмой технологический уклад, это освоение уже стационарной орбиты. И вот здесь вот, друзья, еще очень важный момент, что буквально, когда мы готовились с Алексеем к этому вебинару, нам пришла следующая мысль, потому что седьмой технологический уклад, он сегодня не описывается ни одной инженерной школы в мире, ни одной. То, что вы сегодня слышите, это абсолютно уникальная вещь, когда мы не просто описываем, мы показываем, какие будут заводы, какие производства, как будет производиться транспортировка, как будет возвращаться обратно. И самое главное, как это будет увязано с жизнеукладом каждого жителя Земли, при этом, что население на Земле, скорее всего, даже не то, что удвоится, увеличится более чем в два с половиной раза и приблизится вплотную к 20 миллиардам человек, то есть почти в три раза. И это тоже, друзья, нисколько не пугает, потому что новый технологический уклад вполне обеспечит счастливое, комфортное, благоприятное проживание в земных условиях. И то, что даст сегодня технология Skyway и та инженерная школа, она обеспечит абсолютно и продуктами питания, и комфортным перемещением, и необходимым количеством энергии, и, что самое главное, экологическим производством, которое необходимо для такого проживания людей. Так вот, мы задались как-то абсолютно случайно, с Алексеем задались вопросом, а что будет следом за седьмым технологическим укладом? Ведь, понимаете, друзья, что это уже заглядывать на два технологических уклада, но я могу сказать, что это еще пока не удавалось никому. И все прогнозы, которые делались до этого, даже уважаемый нами Курсвелл, который, являясь техническим директором Гугла, прогнозировал определенные вещи на шестой технологический уклад, и то я могу сказать, что на 70% своего прогноза он ошибся, потому что он не описал Транснет, он не описал те технологические процессы, которые мы сегодня сделали, тем более он не мог описать седьмой технологию. Почему мы очень смело, находясь в шестом укладе, описываем седьмой? Потому что автор технологических решений – это один и тот же инженер, это инженер Анатолий Дович Юницкий. А вот на восьмой технологический уклад, друзья, это, конечно, очень серьезная такая научная, прогнозная, скажем, такая задача, но здесь родилась очень интересная мысль, что сегодня наш основной партнер, с другой стороны, такой конкурент с хорошей точки зрения, это Элон Маск, мы очень много об этом говорили, что мы конкурируем с ним в нескольких направлениях. Направление Powerwall, то есть это индивидуальная энергетика для жилья, я могу сказать, что наша инженерная школа даст более интересные решения, чем дает Элон Маск. Мы конкурируем с его концепцией автомобиля Tesla, то есть электромобиля, он остается электромобилем первого уровня, а мы сегодня создаем электромобиль второго уровня, который безопасный, комфортный и, соответственно, по преимуществу мы просто выходим на новые этапы, на которые сегодня невозможно даже заикнуться Элону Маску. И поэтому здесь тоже мы считаем, что он нам не конкурент, потому что у нас более прогрессивное, более правильное технологическое решение, но Элон Маск ведет еще одну очень интересную программу, это SpaceX, это космическое освоение, и как он ставит задачи до достижения космоса. И вот здесь вот как раз родилась очень интересная синергия, что при создании геостационарной системы, которая будет возить десятки миллионов тонн, в том числе его ракеты и в том числе топливо, которое будет необходимо для путешествия на Марс, то дальше возникает задача, что следующим этапом будет очень просто уже со стартовых площадок, которые находятся на орбите, то есть когда не надо тратить топливо для того, чтобы преодолевать первую и вторую космическую скорость, а куда уходит 99% топлива для того, чтобы преодолеть протяжение Земли. Соответственно, дальше у нас возникает очень интересное направление, что мы с Эланом Маском будем большими союзниками, когда будем создавать общие программы по старту ракет уже со стартов площадок, которые будут находиться на орбите, и дальше уже освоение близлежащих планет. И поэтому это, друзья, мое предположение, я с вами делюсь в этом первый раз, что восьмой технологический уклад, скорее всего, будет связан с освоением, как говорил Циолковский, уже около космопаза, то есть солнечной системы, а может быть даже и дальше. При этом вся основа будет создаваться с помощью инженерной школы Юницкого, то есть это Транснет, шестой технологический уклад на Земле, Спайснет, следующая сеть, это уже создание орбитальных комплексов по производству и по стартовым площадкам, и вот дальше уже будет возникать возможность для того, чтобы с этих площадок стартовать уже более дальним объектам, на которые сегодня с Земли стартовать невозможно, потому что такого количества топлива сегодня невозможно поднять по сферу, кроме как с помощью транспортной системы Юницкого. Ну вот, друзья, то есть то, что я сейчас показал, многое-многое слышали из вас впервые, я могу сказать, что сегодня с точки зрения научного обсуждения, это очень мало пока обсуждается и делается, потому что это не в состоянии понять сегодня ни наша Академия наук во главе там с такими маркобесами, как Велихов там, еще рядом там людей, ни сегодняшняя космонавтика, которая полностью зациклилась на ракетном освоении. Но тем не менее, друзья, мы это делаем, мы это сделаем, и здесь я могу сказать, что как раз то народное сегодня сообщество, которое мы собрали для того, чтобы продвигать проект, это и есть та сила, которая позволит потом и создавать, и делать, и развивать, и отвечать на все вопросы. И мы в сегодняшнем системе, друзья, мы крайне свободны, потому что мы свободны по тому, как строить и финансировать свой проект, не задавая вопросов, не спрашивая ни у кого, а наоборот показывая и предлагая свои решения сегодня для освоения Сибири, Дальнего Востока, дальних месторождений, которые сегодня не могут быть освоены. Мы сегодня даем новую концепцию освоения околоземного пространства с построением геостационарной транспортной системы. Мы сегодня показываем, как будет дальше развиваться и космонавтика, и освоение, и технологические уклады, свидетелями которых мы сегодня с вами делаем. Поэтому, друзья, сегодня у нас все-таки такой, наверное, чисто технический вебинар, но я считаю, что именно к дню космонавтики, когда анализируя, что, друзья, происходит, и самое главное, понимая, потому что мы с вами, друзья, движемся и создаем ту систему, которая направлена в будущее, поэтому, друзья, я думаю, что для многих это будет крайне интересно, поэтому смотрите и используйте эти материалы для того, чтобы понимать, как движется, что делать, хотя я прекрасно понимаю, что эта информация будет полезна и воспринята далекими. Но что, друзья, здесь сказать нечего, потому что очень многие, я могу сказать, академики, профессора и доктора наук не в состоянии понять, что мы с вами, друзья, делаем, что мы, друзья, с вами создаем. Но это всегда удел тех, кто идет первым, и поэтому, понимаете, когда Юницкий более 40 лет назад предложил концепцию, которая даже сегодня еще выглядит фантастически, то, конечно, как это выглядело тогда, но сегодня с точки зрения именно теоретических подходов, сегодня с точки зрения практики, которые показали все эти 40 лет и результаты, которые сегодня получены, они четко позволяют утверждать, что мы идем с вами, друзья, в единственно правильном направлении, что у нас нет конкурентов ни на построении транспорта второго уровня, никакие скайдраны, хайперлупы здесь, соответственно, нам сегодня не конкуренты. Соответственно, мы то, что сегодня создаем, это единственное реальное, правильное технологические решения. Значит, соответственно, те ставки и те риски, которые мы с вами несем с точки зрения затрат и с точки зрения вознаграждения, они должны быть, друзья, конечно, очень серьезно нас в будущем рады. На этом я свою часть, то, что связано с техникой. Заканчиваю, передаю слово Алексею, он как всегда делает очень много интересной информации со своей стороны, а я, друзья, как всегда в конце подведу немного итоги и с вами наметим планы на ближайшее будущее. Алексей, тебе слово. Дорогие друзья, но сегодня у нас вебинар такой специфический, он посвящен Дню космонавтики, мы не могли обойти стороной эту тему, потому что это будущее, в том числе и Skyway. И на самом деле, дорогие друзья, вот здесь многие собрались для того, чтобы в будущем получать достаточно серьезные дивиденды, для того, чтобы обеспечить существование не только свое, безбедное существование, но и на будущее поколение. И как раз-таки ценность технологии основная, то, насколько она мощно будет капитализироваться. Мы неспроста начали говорить про именно орбитальную геостационарную струнную транспортную систему Анатолия Эдуарда Череницкого, потому что это будет сверхглобальный проект, и, мои господа, это будет как раз-таки тот проект, в который вы также в качестве дочек будете входить, потому что вы на ранних стадиях еще входите в финансирование корневой технологии. И сейчас, да, я прочитал в чатах, кто-то, возможно, недоволен, что не так быстро строится экотехнопарк, но на самом деле скорость абсолютно нормальная, и хотели немножко опередить и показать Unibike раньше времени, но ввиду безопасности, безопасности, в первую очередь, наших инвестиций, то необходимо сначала все запатентовать, упаковать и далее уже показывать испытания конкретные. И, дамы и господа, на самом деле, вот немножко футурологию ударимся в этом вебинаре, позвольте нам именно приуроченному к дню космонавтики. На самом деле, это не такое далекое будущее, потому что Илон Маск планирует запустить уже космический корабль к Марсу и освоить, построить, колонизировать Марс, построить, возможно, и концепция там будет использована, линейного города, это также синергия и эффект именно взаимодействия возможной Анатолия Эдуардовича Юницкого, Skyway, Илона Маска, потому что Илон в логике построения линейных городов не мыслит. И немножко вот перед SpaceX и Илоном Маском, я сейчас чуть попозже об этом расскажу, я хочу пробежаться по тем технологиям, которые были и являются альтернативной ОХСЦЮ, то есть орбитальной струнной транспортной системы Юницкого. Естественно, это космический лифт, то есть многие сейчас спорят до сих пор и многие планируют это построить, это планируют сделать к 2030-2050 году некая японская корпорация Бояши, но, дамы и господа, все, давайте вспомним, какая на самом деле высота вообще геостационарной орбиты, это высота, где летают спутники с космической скоростью. Из-за того, что высота достаточно большая, 35 400 километров, нам кажется, что они находятся фактически неподвижно, наш глаз так воспринимают, и несмотря на то, что они движутся с космической скоростью, и угловая скорость соответствует соответственно скорости оборота вокруг оси. Но у космического лифта есть много «но», так скажем, и это нереализуемое, на мой взгляд, это не будет реализовано, это нечто из грани такого фантастического романа и так далее. И первая проблема это то, что данная конструкция будет иметь огромный вес, и соответственно этот вес будет давить как на систему, которая будет на геостационарной орбите находиться, и соответственно принимать грузы на орбите. И также мы все должны помнить о том, что даже в высших слоях атмосферы достаточно сильные, так скажем, ветровые нагрузки, и более того, это вторая проблема, которая говорит о несовершенстве космического лифта, то есть канатную дорогу, так называемую, я неспроста называю канатной дорогой космический лифт, потому что один из, не то что конкурентов, но таких предшественников идеологии, идеи струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, перемещение на транспорте второго уровня, как раз таки является канатная дорога. И с ОСТЮ я могу такую вот именно идею, которая еще в 70-х годах в фильме «Небо на колесе» также описывался, это не построили. То есть даже солнечный ветер за пределами атмосферы будет очень неслабо, я могу сказать, нагружать конструкцию. И третья проблема – это огромная длина, то есть чтобы достичь такую длину, необходимо создать длинный трос, и, соответственно, сейчас это из углеродных нанотрубок хотят сделать, но даже больше 20 метров не удалось соединить углеродные нанотрубки и создать такую конструкцию. Ну и, естественно, третья проблема – это космические тела, то есть то, что касается не только космических астероидов и так далее, небольших метеоритов, и все давайте помним, что там перемещаются тела, соответственно, со скоростью космической, соответственно, даже маленькой гаечки будет достаточно, чтобы порвать действительно вот этот космический лифт. То есть, на мой взгляд, смею предположить в данном вебинаре, что это неэффективная система, и ОСТЮ значительно выигрывает перед этим, несмотря на то, что стоимость ОСТЮ также будет достаточно серьезная и высокая. Многие сейчас государства относят идеи космического лифта, но вот у космического лифта позиционируется скорость перемещения примерно на высоту геостационарной орбиты. 7,5 дней вам понадобится, скорость перемещения будет 200 км в час, но не такое большое количество груза может перемещено быть единовременно. Что говорить ОСТЮ, это действительно, как Сергей Анатольевич, десятки миллионов тонн груза за единовременный, так скажем, за единовременную перевозку. И что касается вообще вот синергии, возможно, Илона Маска и Анатолия Эдуардовича Юницкого и Виктор Бабурин, мы вот с ним недавно пообщались, предположил такую версию, и я абсолютно с ней согласен. Возможно, неспроста Space X оставлено как именно неизвестная величина, то есть Маск математик, физик и более того, когда он начинал развивать Space X, он не знал вообще, как создать ракету, не знал, как построить ракету. Сейчас, вот буквально несколько дней назад, 8 апреля, если не ошибаюсь, или 7 апреля, была произведена успешная вертикальная реактивная посадка. То есть, если говорить про этапы возможных посадок летательных аппаратов с орбиты, то это на парашюте приземление, соответственно, в океан, также был способ испытан шаттлом, бураном и так далее. То есть, это по аналогии с самолетом приземления, абсолютно неэффективная посадка. И Илон Маск всегда говорил, вы все помните о фантастических рассказах, комиксах и так далее. И на самом деле, я не удивлюсь, если Анатолий Эдуардович Юницкий тоже перечитал множество фантастической литературы, потому что это формирует определенное мышление создания будущего, создания технологии ближайшего будущего, это, да, мое госталекое будущее. Я искренне уверен, что действительно, вот эта дата, которую называют японская корпорация, позиционируется для строительства космического лифта, она будет намного раньше, и действительно, люди полетят на Марс либо на другую планету, подобную Земле, чтобы, соответственно, колонизировать ее и иметь возможность расселяться уже на других планетах. То есть быть мультипланетной цивилизацией, это, на мой взгляд, сугубо не так далеко. И при моей жизни это, скорее всего, случится. На самом деле, дамы и господа, вот то, что Маск создал, и логика заключается в посадке, реактивной посадке на подвижную форму в океане, это все было проведено успешно. И вдумайтесь в то, что человек, который не разбирался в ракетах, сформировал научно-производственное конструкторское бюро, сейчас создал ракету, удешевил в самом начале ракету, в 4 раза он удешевил. То есть, 24 миллиона долларов примерно скорость, стоимость одной ракеты, 6 миллионов долларов, фактически в 4 раза Илон Маск удешевил и начал запускать ракеты. Это человек без опыта, с огромным опытом во внедрении инноваций, в создании глобального бизнеса, но без опыта в аэрокосмической промышленности, но с опытом инженера. Представьте, если Анатолий Эдуардович Ницкий на данный момент уже имеет опыт, и он показывал, как это сделать еще в конце 70-х годов. Дамы и господа, остается только самое малое, так скажем, это сформировать очень мощную капитализацию Транснет, замыкание, соответственно, сети Транснет. И многие в чате, я читал, говорят про Google, то, что охват всей планеты интернетом и так далее. Дамы и господа, на самом деле, это достаточно дорогостоящее, так скажем, удовольствие, и говорили об этом еще 2 года назад. Я не знаю, сколько будет еще продолжаться эта история. Возможно, выведут несколько сотен спутников. И я более чем уверен, если бы это было выгодно, Маск бы этим занялся, потому что он вывел бы лучшие спутники и, соответственно, заключил бы контракт с НАСА. Сейчас у него на миллиарды долларов контракт с НАСА. И человек, который не создавал ракеты, подтвердил то, что на самом деле аэрокосмическая промышленность становилась в своем развитии 60 лет назад. И американские ракеты до сих пор использовали советские двигатели, построенные где-то, как в Маске, в Сибири. И, дамы и господа, на самом деле прорыв и ценность, которая будет привнесена в рынок, это огромная ниша и огромный неоследованный рынок. Что и говорить о транспорте второго уровня. Если это, соответственно, десятки и сотни триллионов долларов, то каким будет капитализация седьмого технологического уклада? Естественно, мы все с вами также в некую, либо в первую, либо в вторую, либо в третью, но все же в какую-то очередь думаем о доходности. И если, допустим, кто-то, пожилые люди и так далее, уже не надеются увидеть, к сожалению, седьмой технологический уклад и думают о внуках, представьте, какую ценность вы сегодня приобретаете для своих внуков. Мы неспроста показываем вот этот футуристичный взгляд на составляющую струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Это действительно, дамы и господа, если вот уже фактически настоящие, и я мыслю, почему настоящие, потому что октябрь 2016 года, это фактически уже рядом, и поедут первые юнибайки, поедут первые юнибусы, будет испытана путевая структура. В Берлине, на мой взгляд, будут подписаны и установлены договоренности стратегического назначения, и мы пополним наш портфель заказов уже на миллиарды долларов, который состоит, потому что на сегодняшний день не так много конкурентов. Посмотрите наш прошлый технико-экономический вебинар, в нем я давал подробный обзор вообще транспорта второго уровня, истории транспорта второго уровня. И там показывается, насколько не занята и действительно это ниша. И если SpaceX, вот тоже не договорил о теории Виктора Бабурина, если SpaceX, это как раз таки неизвестная величина, которую физик, математик, инженер Илон Маск оставил для своего партнера, можно предположить, что SpaceX может соединиться со Skyway и будет Spaceway. Это седьмой технологический уклад и это объединение крупнейших гениев, так скажем, которые признаны современной наукой, современным корпоративным сектором и, соответственно, два вот таких гиганта и два разных возраста, я бы сказал, то есть две разные эпохи, две разные составляющие Запад и советское мышление. Старая закалка, так скажем, научная и новейшая научная закалка Илон Маск и Анатолий Эдуардович Юницкий действительно могут синергично развиваться и создать невозможное. Для чего будет служить помощью система Анатолия Эдуардович Юницкого ОСТУ для Илона Маска? Вы подумайте, зачем вообще сотрудничать с Илоном Маску? Теоретически, естественно, мы предполагаем, допускаем на своих вебинарах с Анатолием Эдуардовичем Юницким. На самом деле ОСТУ, это как раз таки будет дешевым, экономичным способом, намного более экономичным, чем запуск Falcon и так далее. Достижение е-стационарной орбиты, вот этой высоты, если округлять, 36 тысяч километров и, соответственно, с помощью ОСТУ можно будет подняться на эту высоту, поднять сколько угодно людей, грузов, товаров, полезных ископаемых, чего угодно, вывести промышленное производство, вредное промышленное производство в открытый космос и, естественно, уже с этого трамплина уже прыгнуть действительно уже в космос, так скажем, на освоение далеких планет. И если кто-то сомневается, я приведу пример освоение Кристофором Колумбом, освоение геологами, известными географами и так далее, открытие новых стран, когда они не были еще открыты. На самом деле все развивается циклично и мы не раз приводили концепцию технологических укладов, что не такой большой промежуток времени в плане науки прошел с момента изобретения уздечки до сейчас внедрения струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Не то что в плане науки, в плане возраста земли. И на самом деле, дамы и господа, шестой технологический уклад, он вот-вот уже стучится вам в дверь и более того, он говорит, что вы можете инвестировать в мое будущее, и вы можете мне помочь. За это я вас возблагодарю и, соответственно, можете приобрести на выгодных условиях, действительно, получать в будущем серьезные достаточно дивиденды, если я рожусь. И представьте, вот такая возможность, возможность, которую используют более 250 тысяч людей по всему миру. Я думаю, к 300 тысячам людей уже это приближается цифра и это те люди, которые так или иначе поддерживают проект SkyWay. И как раз-таки с помощью OSTU, достигнув геостационарной орбиты, с этого момента будет развиваться уже бизнес Илона Маска. То есть это синергия, это то, как действительно научные школы друг друга дополняют и друг другу помогают. Соответственно, Илон Маск уже создаст свой тяжелый, heavy, космический корабль, который сможет доставлять, как он позиционирует, минимум сейчас, возможно, по его расчетам, 3 месяца до Марса, максимум 6 месяцев до Марса и, соответственно, уже действительно колонизировать, осваивать Марс. Если вдруг точка невозврата уже пройдена, то у человечества будет спасение, где действительно скрыться от будущей назревающей экологической катастрофы. И помимо того, что SkyWay является экогенной технологией и, соответственно, возобновляет первозданный экологически девственный чистый вид нашей планеты, соответственно, будет дополнительная, так скажем, шлюпка, дополнительный ковчег в виде Марса. Если SkyWay это народный экономический ковчег, то можно сказать, что Марс Маск позиционируется как такой мировой ковчег для спасения, дополнительного, так скажем, ковчега для спасения всего человечества. И, на мой взгляд, Маск потратит намного больше сил и намного больше средств будет потрачено из бюджета США. Это десятки миллиардов, которые будут потрачены на эти все свершения. Лучше создать действительно общепланетную систему. Уже совершенно другую нишу создаст и выведет все вредное производство в открытый космос. И, соответственно, уже, как сейчас создается высокоскоростной транспорт второго уровня, уже создавать высокоскоростной транспорт космический для достижения новых планет. Наше мнение с Сергеем Анатольевичем, что это будет взаимодополнять друг друга и что у Маска намного больше шансов в реализации своей программы освоения Марса, если будет сотрудничество с ОСТЮ. Естественно, если на то изъявят желание как Илон Маск, так и Анатолий Эдуардович Юницкий. Мы здесь мыслим именно как такие футурологи, немножко идеологи, но, естественно, люди, которые горят за проект SkyWay, горят за новейшие технологии, которые могут почистить нашу планету Земля от вредных производства, совершить новый скачок в новую эпоху, восьмой уже технологический уклад. И, друзья, это все реально, даже при жизни тех людей, кто инвестирует на сегодняшний момент в проект SkyWay. Ну и немножко об инвестициях, чтобы было понятно новичкам, то есть сегодня у нас гиперфутуристичный такой вебинар. Обычно мы общаемся на более приземленные вещи, то есть адресные проекты по всему миру компании SkyWay, различные компоненты, технологии, различные ноу-хау, внедрение, наложение макроэкономических, политических ситуаций на развитие проекта SkyWay. И, соответственно, по инвестициям я могу сказать, что, дамы и господа, просто заходите в ваш личный кабинет, просто осознанно принимайте, либо не принимайте решение, независимо от того, примете вы или не примете, проект развивается, точка невозврата определенная пройдена. И более того, я думаю, что по объему инвестиций, возможно, будет как-то сказано или нет, но по объему инвестиций мы развиваемся действительно в геометрической прогрессии. Если кому-то кажется, что мы не достигнем своей точки, цели, то мы обязательно это сделаем, потому что нас много, и мы объединены этой идеей. 23-24 апреля, дамы и господа, мы все вас приглашаем на великий праздник, эко-фестиваль, форум SkyWay. Приглашаем принять участие в данном событии, посмотреть воочию, что происходит на эко-технопарке. Простите нас великодушно, если вы не увидите, это мы об открытую говорим, юнибайков, потому что не раз объясняли причины, нужно патентовать и так далее. Но, дамы и господа, на самом деле струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого это настолько такая же очевидная вещь, как и Илон Маск сегодня доказал, что лучше не выбрасывать в открытый океан первые ступени ракет, лучше, соответственно, они будут приземляться и повторно использоваться. На самом деле, дамы и господа, это абсолютно такая же логика, как использовать повторно самолет. И было бы глупо, если бы, допустим, самолет использовался один-два раза в год, и сотни миллионов долларов тратилось на один самолет, воин какой-нибудь, соответственно, потом он не использовался. Абсолютно в этой же концепции развивается струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого, то есть это массовое использование, массовое производство, и та корпорация, которая именно массово будет производить высокоскоростные подвижные составы транспорта второго уровня и сформирует мощнейшую капитализацию, завладеет большей частью рынка. То мы с вами, дамы и господа, обязательно сделаем. Строй SkyWay, спасай планету, дай дорогу мир Транснету. До скорых встреч, до скорых вебинаров. Так, Алексей, спасибо. Спасибо. Ну вот, друзья, значит, естественно, что в вебинаре, посвященном Дню космонавтики, мы не могли обойти эту тему, потому что она очень важная, очень серьезная, потому что вообще с этого всего началось, и вообще инженерный путь именно Юницкого начался с предложения концепции неракетного освоения космоса. И на сегодняшний момент, когда опять просматриваются новые концепты, когда мы вчера, вот прям, вы заметили, наверное, все празднование Дню космонавтики, все это было как ностальгия. Ностальгия по высоким целям, ностальгия по возможностям достигать. Сегодня, кроме фразы, что мы остаемся лидером в том, что мы больше всех запускаем ракет, больше, по сути дела, но осталось еще добавить, что мы, наверное, лидеры по поводу того, как эти ракеты падают вместе со спутниками, но об этом как-то меньше на сегодняшний момент говорят. Поэтому, друзья, на сегодняшний момент очень важно, что мы проект, который действительно изменит жизнь каждого человека на Земле в течение ближайших 3, 5, 10 лет. Мы проект, который действительно ставит не то, что амбициозные цели, он ставит реальные цели, но они действительно грандиозные и амбициозные. И здесь сегодня, когда ни государство, ни кто из чиновников, они себе даже не могут позволить или не могут даже предположить о тех вещах, которые мы с вами говорим, то почему бы нам с вами, когда мы этим занимаемся, почему мы не можем говорить, что, друзья, мы... Если раньше, в советские времена, вы помните песни, когда пели, я вижу караваны ракет, и это был гимн всех космонавтов, когда каждый мальчишка стремился быть космонавтом, и мы все мечтали и так далее. Куда это все делось потом, друзья? Почему мы сегодня должны сидеть и думать, какая у нас будет акция, какая будет завтра цена на нефть, какая будет завтра там... У какого-то, кто завтра что-то скажет. Друзья, а где наши цели, где задачи? И мы, люди, которые работают в научной школе Юницкого, о его научных разработках, зная, что он должен делать этот концепт, и он может вывести цивилизацию человечества в космос, мы это все знаем. Друзья, почему мы об этом не можем говорить? Вот мне многие говорят, а зачем нам, кому это надо, кому-то интересно. Тем более, друзья, мы здесь собираемся по своему настроению, мы собираемся по своим предпочтениям, поэтому кому это не нравится, кому это не интересно, друзья, никто не держит, пожалуйста, занимайтесь своими вопросами. Я могу сказать, что почему я эту тему не мог обойти? Друзья, потому что для меня это всегда было самое интересное. Как для Юницкого, Skyway, промежуточная система, для него это как шаг в этапе, это шаг цивилизации, чтобы перейти в следующий момент. У него заложены огромные потенциалы, которые есть. И сегодня этот потенциал, естественно, есть желание реализовать. И сегодня на этапе, на пути этого реализации стоит Transnet, Skyway, и мы это делаем. Но когда мы уже запустили, делали, это становится обозримым, это значит сразу стоит вопрос в следующей системе. А создание уже действительно орбитальной системы, которая сегодня тоже, опять же, это не пустые слова, посмотрите фильм «В небо на колесе», это уже 35-летней давности разработки. Когда у Юницкого задают интервью, что вы себя ощущаете, как вы себя чувствуете, когда видите, что строится Skyway, он говорит, конечно, я счастлив. Но вы представляете, когда начнет проектироваться уже геокосмическая система, геостационная система, это действительно дело всей жизни. И когда мы сравниваем, и мы говорим, что Юницкий стоит в одном ряду, такими как Жуковский, Можайский, Циолковский, Сикорский, и дальше Юницкий, это та плеяда, которая сегодня... И это те действительно люди, которые меняют не только свою страну, а которые меняют всю цивилизацию. Мы, друзья, это делаем. И здесь нет никаких-то сверх или высоких слов. Мы это делаем, друзья. И те иллюстрации, которые мы показывали, книгу, которую вы читали, Юницкого небесной дороги, там все это описано. Здесь нет никаких-то сверх, естественно, или то, что мы сейчас с Алексеем сидим и что-то изобретаем, придумываем. Нет, друзья, это все произносилось, это все показывалось, и сейчас мы это обобщили, сделали именно в День космонавтики, в его праздновании мы говорим, мы стоим, ребята, на новом сегодня этапе. Завтра будут новые космические горизонты. И если сегодня многие деятели там, они просто боятся об этом думать, или им просто не хочется об этом думать, или им просто на это глубоко плевать, потому что у них другие задачи другие, то мы, как люди, которые живут в этой стране, живут на этом континенте, и почему мы сегодня не можем об этом задумываться и делать. А тем более, друзья, создана система, которая позволяет это запускать. И мы сегодня делаем действительно непростую, уникальную вещь, когда мы запускаем вещь, и страшно ни у кого можно, это нельзя. То есть, да, нам сначала ликвидировали полигон в Москве, ну, под Москвой, при поддержке президента России, потом ликвидировали нашу работу в Литве при поддержке президента Литвы. Сегодня работаем в Белоруссии, президенты все сегодня поддерживают, но что произойдет завтра, не знает никто. Это венчурная система, венчурный проект, и, к сожалению, мы зависим от многих таких решений, что завтра придет в голову очередному президенту или политику, трудно предположить. Но, тем не менее, мы это, друзья, делаем. Мы сегодня дошли до определенного этапа, и сейчас мы четко говорим, что мы риски диверсифицируем. Мы запускаем адресные проекты на разных континентах, в разных странах, с разными... Почему мы двигаемся? Тем тяжелее это все просто задушить одним хлопком, чем тяжелее это сегодня ликвидировать одним розчерком пера. Это дело. И следующим этапом, как Юницкий всегда говорит, моя цель, моя задача, его мечта, это приступить к созданию уже следующего этапа. О чем Циолковский мечтал вывести людей сначала на близкую орбиту, а потом на дальнюю. И, друзья, если мы делаем всего столько сложнейшую, мощную систему, как SkyWay, то почему мы не можем уже ставить перед собой следующие цели и задачи? Это SpaceWay. Тем более, что такие, как Эллен Маск, про которого Алексей очень так подробно сегодня много рассказывал. Еще очень много людей мы работаем, поэтому, друзья, давайте на следующем вебинаре мы, конечно, вернемся к земным нашим вещам, к дисконтам, акциям и так далее. У нас будет еще поговорить, сейчас встал вопрос о смене дисконтов после апрельской конференции. Мы об этом тоже много говорили, он подошел. О том, что действительно будет очень резко меняться условия, потому что приближаемся к демонстрации, приближаемся к подключению больших крупных эстеров, переговоры с которыми на завершающей стадии. Поэтому, естественно, будет меняться премиальная система, система венчурного дискаунта. Это тоже, друзья, не раз говорилось. Это тоже естественный процесс. И то, что вчера про Григорий Михайлович Мирошниченко на своих вебинарах, то, что в чатах обсуждается. Да, действительно, друзья, этот процесс идет, он естественный процесс. Мы о нем предупреждали. И очень странно говорить, что вот он сейчас подходит. Да, друзья, мы предупреждали, что мы начнем делать, начнем проектировать, начнем строить, начнем демонстрировать, начнем сертифицировать, а потом начнем продавать Давайте получать дивиденды. Все это, друзья, по мере того, как развивается, реализуется. И сейчас мы уже начинаем говорить, это мы сделали, это мы сделали, соответственно, сделаем и все остальное. Поэтому, друзья, давайте это мы оставим на следующий вебинар, тем более, что время у нас до смены дисконта будет. По замене условий тоже будет, это все будет только после апрельской конференции. Это все будет в мае, поэтому смотрите, следите за личными кабинетами. А я, конечно, еще раз, друзья, хочу очень внимательно вас поздравить с Днем Космонавтики, который вчера прошел. Это действительно выдающееся инженерное достижение страны, всего нашего народа. Но со своей стороны, как раз людей, которые работают в инженерной школе Юницкого и которые стоят на следующем технологическом витке, мы говорим, друзья, это был детский сад, в прямом смысле, это были первые робкие шаги в космос. А мы сегодня подходим к тому, чтобы реально уже строить орбитальные заводы, орбитальные комптальные стартовые площадки. Не где-то там у нас сегодня, как строится, чуть ли не стройка века у нас на Дальнем Востоке, а реально орбитальные стартовые площадки, которые будут стартовать ракеты уже к более серьезным задачам. И они будут решать более серьезные задачи. Тут задавали вопросы, а зачем нам лететь на Марс, зачем нам лететь на Венеру, зачем, так сказать, лететь на Луну. Я могу сказать, что с точки зрения экономики, с точки зрения ресурсов, которые есть, они обладают таким потенциалом, который на Земле сегодня даже не снился. Поэтому это будет уже новая геостационарная орбитальная система, которая будет. И это уже будет космическая экономика, которая будет совсем выводить на новый уровень. Ну а дальше я сбросил Алексея, мы сейчас на следующем уже вебинаре вам покажем прогноз Мирового банка и Международного валютного фонда, который прогнозирует рецессию для всей мировой экономики, исходя из тех трендов, которые сегодня идут. Друзья, это то, с чем мы в принципе не согласны, потому что то, что мы делаем, оно изменит в принципе все. И насколько серьезно изменится жизнь каждого человека, сегодня многие даже не догадываются. Просто посмотрите сегодня вот так вот внимательно на свой смартфон, посмотрите те возможности, которые он сегодня дает, о каких возможностях мы еще даже не мечтали, там 3, 5, 10, не говоря уже 20 лет назад, а сегодня это наша повседневность. И мы к этому уже привыкли. Так вот, друзья, я могу сказать, что в ближайшее время жизнь изменится еще более радикально. И я вам могу сказать, что мы знаем, как она изменится, и мы знаем еще и как вы на этом получите свои премии, кто сегодня подключается к сообществу людей, которые продвигают сегодня. Не только наш проект, но и вообще общий проект технологического уклада, который сегодня есть. Поэтому, друзья, изучайте, смотрите. У нас отстроена очень серьезная система по привлечению, по премированию людей, как по созданию бизнеса, когда можно на этом уже зарабатывать сегодня. Это тоже, друзья, все отстроено, это все часть системы, которая сегодня работает, которая сегодня приносит результаты, которая сегодня ведет нас к тому будущему, о котором мы говорим. Начинают вот здесь очень много, друзья, пишут вопросов. У нас очень много людей, которые двинуты сегодня просто на каком-то правительстве, на каких-то заговорах, на каких-то теориях, что завтра все плохо, и завтра все будет очень страшно. И я на прошлом вебинаре произносил, и сейчас произношу. Друзья, знаете, что такое будущее для разных людей? Для оптимиста это сбыт быча мечт, когда реализуется мечта, а для оптимиста это реализация его страха. Вот что такое оптимизм и пессимист, соответственно, кто смотрит. Так вот, я могу сказать, что, друзья, то будущее, которое мы строим, оно меня не пугает, оно мне очень нравится. Это будет чистое, счастливое будущее для меня, для моих детей, для нашей страны, вообще для всего. Если кто-то строит другое будущее, и он этого будущего боится, это, друзья, его проблема. Я здесь ничего не могу сказать. Я могу сказать, что ту систему экономику, которую мы создаем, это будет мощнейшая экономика, которая будет давать серьезные заработки для людей, которая будет давать серьезное проживание в экологических местах, которая будет давать экологические продукты, которая будет создавать огромное количество рабочих мест. Это все, друзья, будет то, что мы создаем. Если кто-то этого будущего боится, это просто он чего-то не знает. А если человек сегодня, сидя, боясь в той системе, в которой начинает экстраполировать эту боязнь на будущее, это просто несчастный человек. Поэтому, друзья, давайте, конечно, будут непростые времена. Вы сами знаете, анализы, которые мы говорим, и то, что начиналось, и то, что идет, и то, что нам еще надо пройти. Это, друзья, все будет. Но не так, это настолько сегодня важно. Важно, что у нас есть цель и задача. Мы сегодня имеем механизм, четко поставленный, который реализует. И можно не сомневаться, что мы это обязательно достигнем. Поэтому, друзья, строй Skyway, спасай планету, это не пустые слова. Это наше руководство действует. Мы объединяем мир. Сегодня, я думаю, уже ни у кого нет никаких сомнений. И то, что объединять это наша работа, это тоже, друзья, та реальность, которая сегодня есть. Если кто-то не хочет к ней присоединяться, у нас, друзья, есть одно предложение. Подождите. Все равно будете с нами на одном ковчеге, потому что никуда мы с вами от этого не денемся. Все, друзья, с Днем Космонавтики. Я думаю, что Юницкого будем поздравлять всех в субботу и на следующем вебинаре. А те, кто будет в Минске 23-24 числа, будет личная возможность поздравить, сфотографироваться и лично высказать свои пожелания. И приобщиться к той работе, которую мы сегодня, друзья, делаем, которая у нас, друзья, неплохо получается. Всего доброго.